всем привет дорогие друзья подписчики и гости моего канала с вами канал видео бомба и как всегда я факел гейм ну чё ребята короче челлендж на сервере мире сара по открытию 10 тысяч кошельков с севера очень трудно выполнить очень собрать и рейд просто для того чтобы зафармить башню ну и мари ну очень сложно а в остальных локациях очень много восточников просто самый лучший вариант это ну и марк там и ну и ближе в возле самой башни вот здесь ну и находится и очень хорошо добегать получается до башни а в остальных локациях очень все так раз очень все голима все обстоит дела и очень много красных которые кроме того что мешают они еще и захватывают артефакты маленькие вот этим тотемчики захватывают и ставят свои артефакты ну просто невозможно я вот сегодня пытался еще немножко дофармить и это нереально что у меня есть на сегодняшний день это раз два три четыре пять шесть семь это семь тысяч где-то сто семь тысяч 150 кошельков это то что мне удалось нафармить за все это время в ну и мари когда там был артефакт поставлен я думаю этого достаточно 7000 кошельков для того чтобы сложить какую-то адекватную статистику по этим кошелькам вот поэтому я начинаю открывать эти кошельки вот а вам остается только наблюдать и в конце видео поставить лайк хорошо переходим к открывания этих кошельков вот а вы смотрите и в конце видео еще с вами поболтаем на тему того профит на это или не профит так слетаю я за знаком халявным открывать кошельки все равно где на севере это или или здесь так квестик я брал на знаки так ну все ребята я приступаю к открыванию вот и будем смотреть что с этого получится а 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 не Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 сада синим и маленными стеклами и вот этими всякими стекляшечками другими вы уходите в хороший плюс достаточно хороший плюс давайте будем считать что мы имеем формил я это все где-то но чтобы не соврать двое суток точно возьмем расчетный период 48 часов и что мы имеем за 48 часов за 48 часов мы имеем я калькулятор пока что отодвину в сторонку и мы сейчас будем плюсовать это все дело то есть мы просели по голде в 300 мы потом эту голду добавим и так 319 плюс 29 29 плюс 723 плюс 1759 1759 плюс 1759 плюс 1659 плюс 620 плюс 123 183, 180, 1161, 1161, плюс 34, плюс 46, 48, 15, так, один стак у меня точно был красный, плюс 4, плюс 29, плюс, так, призму у меня не было, это 56, плюс 96, плюс 51, и того, что у нас получается, за двое суток, грубо говоря, беспрерывного фарма, вы можете получить 5396 голды, минус 300, 5000 чистый, по сегодняшним ценам, которые есть у нас на четверке, на топовой четверке серверов русских, это достаточно неплохо, учитывая то, что с библиотеки я все-таки формил те кошельки, ну, достаточно долго, около двух недель получается, я формил те кошельки из библиотеки, но еще очень большой один плюс севера, вот этих башен из севера, это то, что там постоянно идет какой-то экшен, постоянно идет какой-то open world пвп, и вы постоянно находитесь на кураже, какое-то движение, постоянно надо быть поосторожнее, потому что сзади, за спиной, если у вас не зафармлен тотем, там может забежать милишник, и вас ваншотнуть, особенно с таким гирскором, как у меня, там 4000, вот, было такое дело, ну что, друзья, вот вам я показал, сколько можно зафармить, это я нафармил за тот период, пока вот стоял зафармленный спот, то есть я пришел в Нуимар, его только убили, и я начал фармить, и я без остановки фармил, ну, 72 часа стоит в поляна зафармленная, я без остановки фармил, но чтобы не соврать, часов 30 точно я отформил 72, ну, даже где-то около 35 часов я не засекал, вот, но точно я сразу отформил первые сутки полностью, потом лег поспать, потом опять где-то фармил, часов 8, ну, вот как-то вот так, да, где-то около 30-35 часов я фармил, ну, достаточно неплохо, вы знаете, то есть если взять, что там нам за 2 недели упало 5000 голды, это получается где-то по 500 голды в день, то тут можно в день делать, делать по 2000 голды с этих спотов под башню, так что желаю вам удачи на фарме, желаю вам хорошего экшена, чтобы приходило побольше красных, но когда вы уже фармите за фарменную башню, а не когда вы только собираете рейд, как я сегодня, ух, у меня пукан горел с утра, я собрал рейд, а пришли красные, реборные пришли и просто весь наш рейд рандомный, мы разбросали, люди попсиховали, поливали с рейда, я кричал в рейд, типа не ливайте, давайте вот по дну и постоим, они сейчас попрыгают, побегают, 5-10 минут и уйдут, а я за то время еще буду добирать рейд, но нет, люди поливали какие-то тоже горящие пуканы, 2 раза 3 их слили и все, и все поразбегались, просто как мыши с корабля, знаете, все, корабль тонет, все, надо быстро убегать, кто куда, не знаю, вот почему мне не нравится вот Архедж, потому что как-то люди здесь вот так вот относятся к этому всему, очень так, ну вот так вот как-то, то есть вовки такого нету, я играл вовку, ходил в рейды, там люди собирают рейды по долгу, уже сам рейд-лидер начинает фильтровать людей по ГС, и люди знают, что если им надо, допустим, в этот рейд, они сидят в нем до конца, пока весь рейд не пройдет, пока они не добьются успехов, в Архедж почему-то такого нету, люди не идут до победного конца, скажем так, чего-то не хватает игрокам в Архедж, или это из-за того, что очень сильная игра оказувалена, и вот люди вот как-то так к этому всему относятся, привыкли, что все легко им добывается, если за 5 минут рейд не зафармил башню, все, значит надо ливать с этого рейда, а другого-то нету, выбора нету другого, вот, и такие дела, ну это еще я вам скажу, это на сервере Мелисара, так трудно, потому что реально собрать рейд очень-очень трудно, только вот в Нуи-Маре дают нормально западникам попармить башню, что именно реально можно попармить, вот, другие все локации, другие все башни заняты именно восточниками, и это очень печально, это очень печально, и то в Нуи-Маре только из-за того, что здесь очень удобно расположена Нуи, она расположена вот здесь, вот, и тут башня, и ты буквально 10 секунд, и ты уже опять возле башни опять фармишь, то есть я даже не обращал внимания, когда мне приходили, меня гангали, я даже не обращал внимания к Нуи, и опять туда, и опять формлю, там убил 10-20 мобов, опять красный прибежал, опять меня убил, я опять от Нуи, опять туда прибежал, и вот так вот это все дело происходило, потому что я понимал, я мог и там немножко с ними поиграться, немножко там подурачиться, вот, но это было, если я видел, что действительно численное превосходство на нашей стороне, вот, и люди не будут больше возвращаться, вот, и потому вот так вот все происходит, друзья, но споты очень хорошие, реально хорошие, для фарма голды очень приличные споты за двое суток, это в сутки получается, вы можете фармить по две, две с чем-то тысячи голды, вообще не напрягаясь, гирскор у меня, я говорю, четыре тысячи, вот, лучником я фармил, даже если у вас будет лук такой, как у меня был до этого, это ничего особо не изменит, у меня был лук с глаза, вот, а если он еще у вас будет в релике, это будет нормально, то есть три тысячи урона с лука, ой, вернее, я говорю, три тысячи, триста урона с лука вам вот так вот с головой под фолиантиком хватит, вот, чтобы нормально фармить мобов, мобы ватные, но мне больше понравились мобы, 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 мобы в сальфемаре, если я не ошибаюсь, нет, в землях покоя, да, вот этот артефакт, вот этот артефакт, мне понравился больше, то есть тут тоже, ну и недалеко, можно вот так вот прибегать, и чем мне понравились, там такие, как в замке Ош, такие человечки маленькие, они ренджевики, вот, и они так медленно кидают вас в какую-то капельку, то есть, если олень он бьет там раз, 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 бьет вас, бьет очень сильно, то там ренджевики эти, они какие-то медленные, урона наносят мало, практически никакого не надо ригена, и из лука их очень удобно убьют, это все, что я хотел вам сказать, ребята, по этим, по этим кошелькам, достаточно выгодные кошельки, хорошие, сейчас я буду весь этот букет продавать, вот, потому что голда нужна, надо потихонечку одеваться, и, и следующий челлендж, который я уже принял, вот, нет, не скажу какой, будет оно, все, всем пока, будет видео новое, будет интересное видео, но будет анонс на челлендж, потому что, может быть, что-то сегодня-завтра поменяется, может, я передумаю, поэтому пока не буду говорить, что будет, но будет тоже интересно появиться, все, всем пока-пока, подписываемся и ставим лайки, не забываем, вот, вот тут вот, вот тут вот подписываемся, вот туда, вот туда, все, пока-пока.